Мои ошибки 2020 год. Люди ошибаются и тут останавливаются. А я просто продолжаю. Мой партнер бросили, пошел в другие направления заниматься. Ошибки это нормально. Но ненормально их повторять. Давлатов, ну ты же умный парень. Ошибки являются частью успеха. Это похоже метод золотоискателя. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите нашу рубрику. Пожалуйста, не забудьте ставить лайк, рекомендовать своим друзьям, знакомым нашу рубрику. И подписываться на наш канал, потому что в этом канале вы приобретаете огромное количество знаний и мудрости. Тема этого записа «Мои ошибки 2020 год», то есть в этом году. Дорогие мои, многие люди думают, что как будто, если ты образованный, если ты обучаешься бизнесе, как будто ты не ошибаешься. Нет, ребята, я делаю очень много ошибок. Отличие, мое отличие от многих других, я заметил, люди ошибаются и тут останавливаются. Они думают, что, ой, все, хватит, куда еще дальше. Все. И они прекращаются дальше двигаться. А я просто продолжаю. Например, если я делаю в чем-то, какая-то ошибка в этой сфере, особенно это часто бывает, когда вначале этим занимаюсь, я просто не останавливаюсь. Я продолжаю. В 2009 году я начинал парфюмерный бизнес из спортивной одежды. 36 магазинов открыл, мы с партнером были, как-то у нас не сложилось партнерство и так далее. И мы банкротились. Я помню, что мы закрыли этот бизнес. На мою долю попало, добавилось на мои долги еще на полмиллиона доллара. 493 тысячи долларов ко мне пришли новые долги. И вы видите, я не бросал парфюмерный бизнес. Я просто взял, собрал все свои ошибки. Мой партнер бросил и пошел в другие направления заниматься. И за это время он пошел где-то 7-8 разных направлений уже занимается на сегодняшний день. И ни одно из них не успешное. А я что делал? Я взял, анализировал. И у меня не было стартовый капитал. Я собрал все остатки спортивной одежды, парфюмерии. Где-то трещина была флаконная. Или какой-то уголь чуть-чуть был, ударился где-то. То есть это какие-то остатки, которые бракованы в общем. И я это все поставил. Сам выходил на улицу, в городе Бишкеке, стояли и продавал. Человек подходит мне и спрашивает, сколько это стоит? Я говорю, вот мы продавали по 2000 сом. А сколько ты дашь? Он говорит, ну, 500 там. Я говорю, ну давай забери. Кто-то говорит, вот это спортивные одежды были, верх другой, то есть верхний размер другой, нижний размер другой. Это же остатки. Или где-то замок сломан или что-то. Он говорит, сколько это стоит? Я говорю, мы продавали по 7 тысяч. А сколько дашь? Он говорит, я дам 3. Я говорю, ну давай забери. То есть таким образом я собрал 8200 чем-то долларов. И начинал делать бизнес. И снова я какой-то другой бизнес делал? Нет, я начинал парфюмерный бизнес делать. И поэтому сегодня я успешный в этом бизнесе. Я хочу рассказать вам о ошибках, которые в этом году. Дорогие мои. Но прежде чем о них я расскажу, хочу вам сказать, что ошибки это нормально. Но ненормально их повторять. Если вы делали какую-то ошибку, делайте вывод, исправляйте. Но продолжайте, не бросайте. Просто продолжайте. Трудности будут, ошибки будут, хотите, не хотите. Например, я построил в прошлом году, 2019-2020 год, теплицу. И какую ошибку я допустил? Я допустил, что надо было мне делать его вдоль дороги. За счет того, что я делал его чуть выше, получилось, что очень ветер сильно дует. Именно, это похоже, что вы от дождя пришли и поставили под водоток. Водоток. Именно там место, где построили, очень сильный ветер. Но пока мы его не построили, мы не понимали бы. За счет того, что сильный ветер, зимой у меня расходы больше. Расходы больше. У меня топит угол. И это расход. И один из крупных расходов, который мне пришлось, мне пришлось делать асфалт. Когда приехал президент, и мне пришлось на асфалт потратить еще деньги. Если я сделал бы его возле дороги, где я не тратил бы на асфальт и так далее, мне же было бы намного легче. Или, возможно, ветер был бы, может быть, там меньше. И каждый суток на угол топит. Дешевле обошлось бы. А теперь, я бросаю этот бизнес? Нет. Я после того, когда на один гектар я научился. Потом я еще делал его тяжелый, черный металл и так далее. Она обошлась мне прилично дорого. Я сейчас все это изучал, а теперь делаю вывод. И как вы думаете, бросаю этот бизнес? Нет. Теперь я планировал 30 гектаров делать теплицы. Теперь я точно понял, как я могу зарабатывать. И как я могу хорошо зарабатывать на это. И так далее, и так далее. Куча есть еще другие нюансы, которые есть там. Вторая ошибка, которую допустили в этом году. Я построил фисташковый садий. В этом году 54 гектара. 54-57 гектаров, по-моему, надо. Вот где-то в этом районе. Там часть из них фисташки, часть из них миндал. Когда меня отвезли, показали эту землю. Земля мне очень понравилась. Потому что она красивая, хорошая, сама почва хорошая и так далее. Но я спросил, где вода? Потому что без вода бесполезно. Пустыня Казахстана, огромное количество земли, которое стоит. Или пустыня Африки. Без вода бесполезно. Что-либо делать. И они мне показали, что вот канал. Я пошел в канал, я посмотрел канал. Я спросил, какие конкретные ошибки, то есть какие конкретные проблемы с водой. Мне парень, который предлагал эту землю, он сказал, что, знаете, здесь просто из канала лоток, который в вода придет. Очень много семья, это же небольшой поселок там, и внутри поселка проходит этот лоток. Соответственно, эти люди, они все берут из этого лотока вода для огорода и так далее. Часто бывает, что вот они не дают, чтобы вода пришла сюда. И я сказал, давайте так, из канала до сюда, где-то 1,8 километров, где-то вот так, около 2 километра, может быть того, или может быть полтора. Я сказал, делайте, копайте отдельные трубы, заложите, чтобы мы не мешали никому. Чтобы мы никому не мешали, чтобы никто нас, нашу воду не забрали и так далее. Чтобы мы никому не помешали и так далее. Я выделил деньги, я сказал, копайте, привезите. В общем, мы взяли, сделали сад, и мы вкладывали деньги, оттуда сажал, и в стажки и так далее. Привез в Турцию, было очень тяжело, правда, очень трудно было это все доставлять. Но, слава богу, мы всегда все сделали. Теперь весной наступает, я же сажал январь месяц, уже наступает март, наступает апрель, становится жарко и так далее. Вода нет в канале, представляете, вода нет. Я продолжаю, конечно, покупали два машины, которые как водовоз возят туда и поливают. Но это не дело. Вы не можете дерево напоить стаканом, это невозможно. Это была большая ошибка. Теперь мне пришлось копать насосы и так далее, и так далее. То есть, далека-далека-далека, почти 5 километров, и воду привезти. Это все расход. Это все дополнительные расходы, которые, можно сказать, можно было бы избежать, если всего лишь просто найти правильный участок. И все. Это одна из ошибок, которые в этом году допустил. А теперь вопрос. Вы можете мне задавать вопрос. Да, Влатов, но ты же умный парень. Видите? Это в этом тоже есть такое. А я бросаю делать дальше садоводство? Нет. Я наоборот. Теперь я все понял, все осознал. Я теперь разработал план, как 10 тысяч гектаров делать садов. Не один, два, а три. 10 тысяч гектаров. Аллах даст мне жизнь до 2025 год. И еще я это все сделаю. Что я имею в виду? Когда вы впервые сидите на волоспет, вы все равно падаете. Ну, вряд ли вы с первого раза, когда мама поставила вас на ногу, сразу вы побежали в марафон. Я этому не верю. Это то же самое. Вы падаете, поднимаетесь, падаете, поднимаетесь, и вы научились ездить на волоспет. Здесь то же самое. Но главное, каждую ошибку не повторять. Главное, осознавать, что ошибки это нормально. Ничего в ней плохого нет. Но продолжать. Третья ошибка, которую я допустили в этом году. Я покупал дом себе, бишкеки и так далее. Видите, сейчас цены все другие. Я покупал его в январе, а сейчас эпидемия и так далее. Цены однозначно другие. На половину того суммы я мог бы купить этот дом сейчас. Видите? И вот такая картина. И четвертая ошибка, которую я делал. Два года назад у меня были покупатели на ресторане и так далее. Эву не продавал. Я хотел продавать чуть подороже и так далее. Я хотел продавать где-то в районе полтора миллиона. А сейчас намного меньше дают. Потому что цены везде упали. Это тоже ошибки. Видите, эти ошибки я почитал. Больше миллиона долларов обошлись мне в этом году. А это меня отчаивает? Нет. Я почему эти ошибки рассказываю вам? Потому что ошибки являются частью успеха. Но только их повторять нельзя. Но вы, осознавая их, используете их для достижения долговремени цели. Не существует успешный человек, который без ошибок обошелся. Я не верю в этом. Если кто-то говорит, что он просто ангел и какой-то там рожденный такой, я не верю. Посмотрите в жизнь пророков. Даже они допускали ошибки. Даже у них было много барьеров, препятствий и так далее. Хотя они делали очень доброе дело. Они делали самое лучшее дело на земле. И им пришлось тоже спотеть и пройти через много чего. Хотя Господь руководил их дела. Всегда были люди, которые препятствовали или непонимали и так далее. То же самое и в жизни. Я думаю, что жизнь этой пророки для нас примером является. Я читаю, что каждые дела, которые я иногда сталкиваюсь с большими барьерами и так далее, за него всегда есть чего-то великое, чего-то хорошее и так далее. Просто надо пребываться, пройти этот этап. Пройти этот этап, не останавливая, пройти этот этап. Это похоже метод золотоискателя. Вы можете докопать, копать, копать, копать. И когда чуть-чуть досталось, если не докопаете, и вы начнете чем-то другим заниматься, тоже копайте, 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 похоже. Бросайте еще что-то. Вы никогда не дойдете до того сокровища, которое вы искали. Поэтому, дорогие мои, не бойтесь ошибаться. Это нормальное явление ошибки. Только продолжайте делать. Изучайте, изучайте. Читайте, что это оплата за учебу. Знаете, жизнь вознаградит вас. Ошибка, которая на 10 долларов, дает вам точно так же пользу на 10 долларов. Ошибка, которая на 100 долларов, дает вам пользу на 1000 долларов. Ошибка, которая на 10 тысяч долларов, дает вам пользу на 100 тысяч долларов. Ошибка на миллион долларов, я уверен, дает вам пользу на 100 миллион долларов. Поверьте, это так. Знаете, ничего просто так не бывает. Это оплата впредь. Повторяю, это оплата впредь за будущий успех. Поэтому я всегда всем говорю, что, дорогие мои, успех бесплатно не бывает. Никогда успех бесплатно не бывает. Либо ты постоянно платишь наставником, либо ты совершаешь ошибки. Только во-вторых случаях не каждый раз получается, чтобы ты просветал. Поэтому только не надо останавливаться. Продолжайте, продолжайте, продолжайте. И читайте, что это оплата за будущий успех. Если вы водите машину, и машина, если не сломается, вы никогда не узнаете, что под капотом. Я повторяю, если машина не сломается, вы никогда не узнаете, что там находится под капотом. Но если он пару раз сломается, вам придется поднимать капот, узнавать, что там. То есть это означает, что любой барьер, любая ошибка, любая проблема становится причиной вашего развития, становится причиной, что вы станете более экспертом в этом области. Каждая ваша ошибка, которую за это вы плотите, в конце концов, делает вас умнее в этом сфере. Так что не бойтесь, не переживайте. Проблемы придут не для того, чтобы навредить, проблемы придут для того, чтобы научить. Это очень важно осознавать. Проблемы, то есть если Господь готовил вам какой-то подарок, он его заворачивает в проблему. Не бойтесь ошибки и проблемы. Если вы хотите быть успешным, если вы хотите стать миллионером и так далее, поздравляю вас, добро пожаловать. У вас будет путь бесконечных проблем. И вам придется постоянно решать эти проблемы. Постоянно решать эти проблемы. Теперь внимание обратите. Когда человек маленький, ему кажется, что... Почему я называю маленький? Не в ростом маленький. Я имею в виду духом маленький. Когда у человека внутренний мир маленький. Когда у человека способности маленькие, проблема выглядит большой. А когда вы станете великим человеком, когда вы станете выше проблем, эта проблема решает, у вас становится как будто 2 умножить на 2. Это похоже на что? Например, для кого-то какая-то проблема на 100 долларов решает. Это проблема. А для кого-то это просто карманный расход. А для кого-то, например, проблема решать на 5 тысяч долларов, это очень сложно. Он годами работает, чтобы накопить 5 тысяч. А для кого-то это все, это все просто одну, блед самолет оттуда-сюда полетит. Понимаете? Он его это легко может сделать. Просто так. А для кого-то 100 тысяч долларов проблему решает почти нереально за всю свою жизнь. Он за всю свою жизнь никогда не решал такие проблемы за 100 тысяч долларов. А для кого-то это ежедневная, повседневная задача. Каждый день он это делает. Чем отличаются эти люди? Уровень способности. Уровень умения. Поэтому, так что, развивайте свои способности, станьте выше проблемой. Тогда вы можете решать любую проблему. Запомните, когда ваши способности остаются маленькие, и внешние проблемы всегда будут давить на вас, и вам кажется, что как будто вы не справитесь, как будто вы не способны их изменить и так далее, потому что эти проблемы сильнее, как будто, чем вы. Но запомните, любая проблема, которой вы стоите, стараетесь, вы рано или поздно победите. Я желаю вам успехов. Ставьте лайк под эту рубрику. Напишите в комментарии о своем мнении. Не ленитесь, пожалуйста. Ваши комментарии еще вдохновляют меня, чтобы еще делать что-то для вас в новом видео. И ваши комментарии помогают еще другим, чтобы чего-то узнавать. Поделитесь своим опытом. Побольше пишите о своем опыте. Какие-то кейсы, что я рассказывал вам, 3-4 примера своей жизни. А вы попробуйте написать, какие ошибки вы совершили в этом году. Или вообще за последние 5 лет. И что вас научили эти ошибки? Я вам рассказывал мои итоги, выводы из этих ошибок. Я что, останавливаюсь? Нет, продолжаю. Поэтому, дорогие мои, тоже сами делайте. И вы увидите. Это даст вам больше пользы. Пожалуйста, поделитесь этим рубриком с теми людьми, кого вы хотите вдохновлять. Кто уже руки опустил. Кто уже говорит, что у меня не получается. Кто уже уверен, что неудача для него как будто прикована судьбой. Нет. Поделитесь с ними, а вдруг этот ролик изменит их жизни. И вы станете причиной тому. Продолжайте свою учебу. Посмотрите налево и направо. Нажимайте на эти ролики. Продолжайте цепочку своего развития. Беспреривное развитие, беспрерывная работа над собой творит чудеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok